Глава 18. Шелтер. Спасение выживших. В кабинете собрались все, кто должен был идти на вылазку. Призрак, Кардан, Сыч, Кобра, Сумрак, Тор, Шерп и пришедшие бойцы. У всех спартаковцев позывные давались не просто так, а были связаны с работой до карантина или какими-либо способностями, которых не было у других. Призрак, которого звали Николай, получил такой позывной, потому что умел отлично маскироваться на местности и устраивать засады. Даже находящийся рядом человек не замечал притаившегося медведя подобного каляна, и это умение не раз вручало рейдеров в вылазках. Конечно, против бешеных такого рода навыки были бесполезны, а вот против мародеров применялись. Призрак, замаскировавшись, пропускал бандитов мимо и потом обстреливал их с тыла, уводя от основной группы, также прячась и маскируясь, появляясь в самых неожиданных местах. Таким образом, вводя противника за нос. Откуда он всему этому научился? Служил в армии, в полковой разведке, потом работал промысловиком-охотником. Андрей Позывной Сыч имел уникальную способность видеть в темноте то, чего не замечали другие. Сам он был художником, работал оформителем при местной филармонии. В свободное время рисовал пейзажи, в основном ночные, одна из самых сложных дисциплин в живописи. Вечером выходил с мольбертом на окраину города и, подключив специальную лампу, освещающую холст, начинал творить. Так он и натренировал глаза. Как следствие, его могли поднять среди ночи дозорно и заметив что-нибудь подозрительное. Спартаковцы не сильно боялись тупых зараженных, а вот мародюров опасались. Бандиты могли запросто обойти расставленные звуковые ловушки. Вячеслав, позывной Кардан, работал до заражения города автомехаником. Еще занимался восстановлением старых автомобилей с такими же энтузиастами, как он. Кстати, апгрейдить К-700 предложил именно он. Кардан сам придумал все узлы и решетки, весь дизайн и защиту. Владимир, позывной Тор, пришел в лагерь, имея при себе только двухкилограммовую заостренную с одного конца кувалду на длинной рукояти. Этой кувалдой он и расправлялся с бешеными. При выборе позывного ему сразу предложили имя скандинавского бога грома. До карантина работал кузнецом на сталелитейном заводе. Татьяна позывной Кобра. До карантина работала в местном серпентарии. Собирала яд Гадюк для фармацевтической промышленности. При выбирании позывного ей предложили Гадюка. Но Тане позывной не понравился. Из всех змеиных названий девушка выбрала себе Кобра. Да и характер у нее был соответствующий. Кто бы ни пытался к ней подъехать с целью познакомиться поближе, она недвусмысленно давала понять, что с ней шутки плохи. Исключением стал Илья позывной Старлей. Во время вылазки шелтеры встретились со спартаковцами, где нарвались на крупную банду мародеров. Он помог призраку прикрыть отходящие группы и вместе с его рейдерами отступил в безопасное место. Там Старлей познакомился с Таней. Витя Сумрак – артист местного тюза. Играл в постановках детских спектаклей. Как истинный драматический актер любил выпить, спартаковцы его нашли в родном театре через две недели объявленного карантина, где Витя беспробудно бухал, живя за сценой и таская продукты с выпивкой из театрального буфета. Конечно, алкоголь не продавался во время детских сеансов, но вечером, когда театр сдавался в аренду под клуб, бухло-текло рекой. Следовательно, запасов спиртного было достаточно. Как раз загорячительно мы пришли спартаковцы. Найдя лежащего на полу под сценой артиста и определив, что Витя не зомби, оволокли его собой. Витек не мог прийти в себя трое суток, находясь в сумеречном состоянии. За это, собственно, и получил такой позывной. Александр – позывной Шерп. Профессиональный скалолаз, мастер спорта по альпинизму, фактически поэтому получил такой позывной. Шерпы – народность, живущая в восточном Непале в районе горы Джамалунгма. Они широко известны способностями к альпинизму и хорошим знаниям своей высокогорной местности. Он приехал на сборы сибирской робинзонады, чтобы с группой спортсменов и живальщиков отправиться в тайгу по специальным маршрутам. Но случился карантин, и Сашка не успел выбраться за санитарные пояса. Во время эвакуации он был как раз на площади. Оттуда Шурик убежал пешком, добравшись до промзоны, где встретил несколько человек. В их числе были Призрак и Свич. Потом они нашли подходящее место для будущей базы – брошенную контору АО «Сип Трансманц» и, выкурив оттуда бешеных, заселились сами. По завтракам консервированной фасолью, перемешанной с тушенкой, запив все это горячим сладким чаем, рейдеры спустились на улицу и двинули конторским гаражам, стоящим в ряд напротив здания управления. «Ребята, хорошо, что вы к нам присоединились», – сказал Призрак, ведя солдат через двор. «У нас у рейды ходят только семь человек. Теперь вас трое, уже десять более-менее подготовленных. Возьмем с собой еще пару добровольцев». «Кого?» – поинтересовался кардан, идущий рядом с ними. «Будто из Тена», – ответил Призрак. «Будто из Тена?» – удивился Сыть, шагающий слева от Призрака. «Так они же даже за периметр базы, после того, как к нам попали, ни разу не выходили. Всего боятся. Или недавний обстрел с вертолета вселил в них отвагу». «Насчет вселившейся отваги – не знаю», – ответил Призрак. «Но они по возрасту и физическому здоровью самые подходящие. Будут у нас водителями. Не брать же нам в рейд стариков, женщин или детей». «Да как они согласились?» – не унимался Сыч. «Не в курсе. Я на них не давил. Вон они уже гаражей стоят». «А почему их зовут Стеной Буд?» – поинтересовался у Призрака Мишка. «Стена зовут Станислав. Сократили имя. Буд – это настоящая фамилия. Ты же военный и сам понимаешь, что позывной должен быть короткий. Представь, как бы вы вызывали Стена. «Станислав, прием!» – растянул гласный Призрак. Он усмехнулся и продолжил. «Решили сократить имя, и получилось неплохо. А Буд у нас вообще самый настоящий немец. Зовут Отто». «Что, бывает не настоящий?» – удивился Мишка. «Ты не понял. Он из ПРГ. Приехал в командировку на стайлитейный завод. Немцы же половину завода выкупили. Отто прибыл с инспекцией. Что-то там с переустановкой оборудования связанной. В общем, мы его спасли, когда Буд от бешеных по улице убегал». «Как же вы с ним общаетесь?» «Он довольно неплохо говорит по-русски. Есть, правда, акцент, но небольшой». Группа подошла к воротам одного из боксов. К ним подключились Стен с Бутом, два худощавых, ничем не примечательных человека, примерно 30 лет. «Шерп, Тор и вы, Стен с Бутом, выгоняйте машины!» – распорядился Призрак. «Остальные остаются со мной!» Калян достал ключи и стал открывать замок. «Есть у нас еще переделанный К-700. Но, как видите, ворота соседнего гаража повредила упавшая во двор ракета». Призрак указал напугнутые гаражные ворота соседнего бокса. Рядом со створками была небольшая воронка. «В этом боксе трактор как раз и находится. Створки заклинило. Хотели вырезать газом, но перед этим через вентиляционное отверстие». Калян показал круглую сквозную дыру под самой крышей. «Мы послали нашего самого маленького пацана. Он слазил внутрь и, вернувшись, сказал, что резервный бак с топливом, он как раз стоит под вентиляцией, пробит. А горючее растеклось по полу в смотровую яму. Бак самодельный на полтоны горючки». Здоровяк дернул створку ворот на себя. «Короче, резать опасно, даже болгаркой. Хотим выдрать ворота другим трактором. Надеюсь, что такой найдем». Створка со скрипом поддалась. Призрак распахнул ворота. Гараж оказался сквозным, имеющим выезд за пределы лагеря. Рейдеры вошли вглубь прохладного темного помещения. «Теперь к делу!» произнес призрак, открывая ключом массивный замок внешних ворот. «Поедем на четырех машинах. Во главе колонны двинется Мерин, за ним Бэха, потом Пазик и в конце внедорожник. Каждой машине поедет по три человека. Кобра!» обратился он к Тане. «Поедешь в первой тачке». «Это почему?» удивилась Кобра. «Потому что любовь, сама знаешь кому, приведет на всех нужное место!» улыбнувшись, ответил Калян. «Призрак, ты как всегда без по***бок не можешь!» ответила Таня. С территории базы слышали скрипы и лязги открываемых ворот гаражей. Раздались звуки заводящихся моторов. Через минуту к сквозному боксу подъехала первая легковушка. Призрак распахнул вторые ворота. Кардан и Сыч тут же выскочили на улицу. Держа оружие, на готове они осмотрелись, потом повернулись к призраку, махнув руками. Через гараж проехал первый автомобиль. Мерин вырулил на небольшую асфальтированную площадку, находящуюся перед въездом. Следом выехала вторая легковуха, за ней пазик, на лобовом стекле которого до сих пор красовалась табличка «АО СИП Трансманс» и внедорожник. Машины, урча моторами, выстроились в колонну. В транспорт тут же забрались рейдеры. Автомобили стали выезжать на трассу, выстраиваясь в колонну. Колонна остановилась. От трассы через поле до шелтера оставалось примерно с полкилометра. Люди вышли из машин. Тор залез на крышу переднего автомобиля и посмотрел через бинокль в сторону лагеря. Шелтери копошились бешеные. Они слонялись по территории базы, залезая на перевернутые автобусы, пытаясь проникнуть внутрь салонов. «Вижу много зараженных», сказал наблюдатель. «Тор, мы и без тебя это видим», призрак почесал подбородок. «Посмотри, нет ли там зараженных животных». «Да вроде нет», тор убрал бинокль. «Призрак, ты что, в натуре хочешь атаковать шелтер в лоб?» «Рискованно, но я надеюсь, что те, кто там остался, живых помогут». «Если кто остался», возразил ему тор, спускаясь на землю. «Там точно есть живые», сказал хриплым голосом сумрак, подошедший к головной машине. Он был одет в длинный черный матерчатый плащ, на голове красовалась широкополая шляпа, а на ногах сапоги казаки, не хватало только шпор. Сумрак прикурил остаток сигары и, широко расставив руки, в одной из которых сжимал обрез двустволки, прошел метров на пять вперед колонны. Хмуро посмотрел куда-то вдаль, вообще мимо лагеря, и, закинув на плечо дробовик, скрипучим низким голосом изрек. «Они могут нас не поддержать». Сумрак вытащил сигару из рта, смрачно сплюнув себе под ноги. «Патронов, скорее всего, у них нет, а выжившие, которые сейчас там, могут быть без сознания. Я, как шериф здешнего округа, предлагаю вызвать кавалерию». Кардан, стоя возле открытой двери Мерса, опираясь на нее сложенными руками, произнес, «На***, Сумрак, хороший хохмить, нашел время!» «Я просто попытался разрядить обстановку». Сумрак выкинул окурок и поплелся хвост колонны, где уселся во внедорожник. Там он достал обычную сигарету, с наслаждением закурив. «Чему это ты сказал?» – спросил у него сидящий за рулем бут, растягивая гласные звуки. Он в первый раз находился так далеко от лагеря, и ему было по-настоящему страшно. «Что?» – не понял его Сумрак. «Ну, что в лагере, если кто выжил, нас не поддержат?» «Потому что надеяться на поддержку внутри шелтера не стоит», – ответил ему Сумрак, затягиваясь едким дымом. Он сам сильно волновался, но показывать новичку свой страх не хотел, умело маскируя тревожность актерской игрой. «Тогда что делать?» – забеспокоился и без того взволнованный бут. «Я предлагаю применить отвлекающий маневр», – громко сказал Мишка, стоящий возле открытых дверей пазика. Рейдеры тут же собрались вокруг рядового, вопросительно глядя на него. «Ну, давай, не тяни», – пробосил призрак. «Сейчас любая идея может пригодиться». Михаил продолжил. «Когда отвели войска от первого рубежа после вспышки бешенства в санитарном поясе, нас иногда посылали в разведку. Мы небольшими группами ходили в зону, правда, не очень далеко. У нас с собой были сигнальные мины, и мы ставили из них растяжки, чтобы знать, где находятся бешеные». Мишка на мгновение остановился, стараясь унять охватившее его волнение. Он судорожно сглотнул слюну и продолжил. «Так вот эти самые бешеные, после того, как срабатывала сигналка, начинали в том месте собираться и даже после прекращения действия мины продолжали там толпиться еще час, может, два». Призрак вопрошающе осмотрел рейдеров, потом на Соловейчика. «Держим и сигналку возьмем», – поинтересовался он у Михи. «Боец дело говорит», – сказал Кардан. «Вспомните, как после первого обстрела с вертолетов, когда появились пожары, все бешеные от нашего забора к огню побежали. Потом их там со следующих заходов добивали». «Что ты хочешь предложить?» – спросил призрак у Кардана. «Давай конкретней». «У нас с собой есть пара тротиловых шашек, по 200 граммов каждая, канистры с бензином. Можем устроить пивверк, это точно привлечет внимание бешеных. Рванем тротил, он воспламенит бензин и зараженные попрутся на светопредставление». «Пока они будут глазеть на пламя, мы в это время проверим лагерь». К разговору подключился сумрак. «Проверить проверим, но можем не успеть спасти выживших, если выжившие там есть. Костер прогорит и бешеных привлечет движение в лагере». Он открыл обрез, посмотрел наличие патрона в стволах, потом силой закрыл его обратно. «Тогда точно придется с ними драться». «Да, план не сто процентов», ответил Кардан. «Тор, сколько в шелтере на вскидку зараженных?» «На вскидку штук сорок, но может быть больше. За автобусами отсюда не видно». «Предлагаю бешеных отвлечь сначала одним взрывом, без всяких пожаров», предложил Андрей. «Когда они двинут на шум, мы дождемся, пока они подойдут к тому месту, потом взорвем еще заряд уже дальше или вместе с ними». «У нас всего два заряда, не факт, что мы причиним слишком большой ущерб зомбочелам», забасил призрак. «Нас 200 человек, их может быть 50, а то и больше. Патронов всего 150 штук на всех, и те в основном охотничьи. Взрывами мы их уведем от лагеря, пускай на 500-700 метров. Пока отъедем, пока выгрузимся, начнем проверять. Бешеные уже пойдут обратно, не успеем. А в лобовую с ними сходиться резона нет. Сами погибнем и других не спасем». «Почему бы их не отвлечь с помощью автомобиля?» спросил Башар. «Техника может понадобиться вся», ответил ему Кардан. «Мы же не сможем там оставить хоть кого-нибудь». «Ну, тоже вариант». «Можно еще покрышки поджечь, разложив их по пути и патронов шины насовать». «Так и уведем их подальше», выдвинул предложение Мишка. «Хороший план», Сыч посмотрел на небо, начавшее затягиваться тучами. «Но где мы возьмем покрышки?» «На свалке», сказал Сумрак. «Здесь, недалеко». «Все равно на подготовку уйдет время», возразил Сыч. «Так выбора все равно нет», пробосил призрак, тоже посмотрев вверх. Тяжелые темные тучи медленно двигались с севера, но уже были почти над их головами. «Судя по всему, скоро пойдет дождь, что тоже может помешать, а нам доро каждый час. Кто за покрышки? Голосуем». И он первый поднял руку. Возражений не было. Рейдеры решили съездить на городскую свалку, находящуюся недалеко от недостроенной ТЭЦ. Колонны двинули туда. На мусорке они нашли много старых автомобильных покрышек. Погрузили шины под самую завязку в автобус. Еще набрали всяких пластиковых кусков для пущего эффекта при горении. Вернулись на исходную. Торсу Мраком отошли от колонны метров на пятьдесят, стали кричать и материть зомбов, размахивая руками. Но реакция от бешеных не последовала. Зомби только иногда поворачивали голову в сторону людей и никуда уходить не собирались. Торсу Мраком вернулись к колонне. «Похоже, бешеным до нас дела нет», сказал Тор. «Приступаем!» распорядился призрак. Шерп с Андреем полезли в пазик, начав из него выкидывать покрышки. Остальные, поставив шины вертикально, стали катить их вдоль трассы. Андрей вытолкнул очередной баллон из салона и, повернувшись к Шерпу, сказал. «Смотри, если мы разложим покрышки, потом бабахнем в начале выложенных шин, бешеные придут на взрыв. Потом подожжем первую шину, они пойдут к ней, потом вторую». Солдат посмотрел на Шерпа. «И что?» «Как мы их будем поджигать?» «Гляди!» Шерп указал пальцем в окно. Андрей посмотрел туда, куда показывал его напарник, и увидел подъезжающий мотоцикл, на котором сидела кобра. «Помнишь, когда мы ехали со свалки, идущая за нами машина останавливалась? Так вот, чтобы не терять время, ребята высадили кобру, и она пешком пошла в наш лагерь, от ТЭЦ до базы рукой подать. Там она взяла мотоцикл, кстати, это ее байк. Вот она и будет поджигать шины». Андрюха с нескрываемым интересом разглядывал симпатичную деваху, подъезжающую к колонне на черном с хромированными деталями мотоцикле. Кобра была одета в черный спортивный комбинезон. Она еще успела переодеться, скинув в себя рейдерские шмотки, сделанные из джинса и брезента. Ее светлые длинные волосы развивались от набегающего ветра. «Но зараженные могут ко второй горящей шине не пойти, их отвлечет байк», сказал Андрей, оторвавшись от окна. «Или пойдут не все, а остальные увяжутся за мотоциклом и могут по пути разбежаться. Ты видел, как они носятся? Потом попробуй от них отбиться, если бешеные со всех сторон нападать начнут». «Такое может быть», Шерповой толкнул из салона очередную шину. «Что можешь предложить?» «Делать ловушку», сказал Андрей, выдергивая из кучи баллон. Шерповой терпот со лба, посмотрев на Андрея. «Подожди, сейчас всех позову, им тоже расскажешь». Он выскочил наружу, побежав за призраком, катящим по крышку. Через минуту все собрались около паза. Андрей предложил место привлекающего взрыва окружить покрышками, сделав круг примерно диаметром в 30 метров, желательно двойной. В центре круга неглубоко вкопать канистру, наполненную на треть горючим. Остальное пространство заполнить казеиновым пластиком, который дает много дыма. Привязать к канистре тротиловую шашку и поджечь фитиль. При взрыве случится небольшой пожар сильным дымом, зомби зайдут в этот круг, и тут уже надо будет поджечь шины, предварительно политые бензином. Еще внутрь шин напихать всякие легковоспламеняющиеся материалы, бумагу, тот же пластик. Все с этим согласились, ловушку решили разместить прямо на трассе. Все двери машин оставили открытыми, чтобы в случае опасности успеть запрыгнуть в транспорт, и приступили к сооружению западни. Сычи отправили наблюдать за шелтером, но бешеные не обращали на копошащихся людей никакого внимания, ведь совсем рядом была добыча. Попутно возник вопрос, как это дело поджечь, ведь не подойдешь просто так со спичками, и не станешь поджигать покрышки, когда внутри круга будут бешеные. На мотоцикле тоже не дело, зараженные ломанутся за байком через преграду и шин, не успевающих разгореться. Никто же не знал, сколько в лагере зараженных и сколько их придет. Вдруг сотня. «Эх, жаль, гранат нам не выдали», сказал Башар. «Почему?» удивился Сумрак. «Нам сказали, что гранаты неэффективны и привлекут еще большее количество бешеных к месту взрыва». «Странная мотивировка». «При атаке зомби гранаты действительно невозможно было бы применить», произнес Андрей. «Расстояние между заграждением и нашими укреплениями было небольшое, всего 15 метров. Мы вели прицельный огонь, как в тире. Но бешеных оказалась просто тьма, еще и пролом в заборе». Солдат замолчал на полуфразе, вспомнив весь тот ужас, который произошел совсем недавно. «А насчет гранат, это идея», сказал Кардан. «Может сделать что-то типа запала, протянуть веревку и в нужный момент с помощью ее привести в действие запал». «Из чего же мы его соорудим?» полюбопытствовал Сумрак. «Из твоего обреза», ответил Кардан. «Закрепим в шине, привяжем веревку к спусковому крючку, в нужный момент дерг и бабах». Кардан разведенными руками выписал в воздухе круг, при этом шевеля пальцами. «Пожар!» «Че это сразу мой обрез?» возмутился Сумрак. «Ему же пи*** придет». «Придет? Тебе что, ради спасения людей жалко железяку?» «Не жалко, только я без ствола останусь». «Почему без ствола? У шелтеров полно оружия. Как тебе? АКСУ?» «Тема», отметил усмехнувший Сумрак. «Но сначала надо эти АКСУ найти». «Найдем, не беспокойся». «А веревку где взять?» поинтересовался Тор. «Б***, точно, шерф!» обратился призрак к скалолазу. «Ты же раньше альпинизмом занимался, в курсе какие там тросы и веревки. Возьми с собой вновь прибывших бойцов, смотайтесь на бэхи в город спорттовары. Может, что найдете?» «Рэп-шнур», сказал шерф. «Чего?» не понял призрак. «Главное, чтобы там был рэп-шнур. Самое то, что нужно». «Давайте уже поезжайте, мы пока здесь без вас управимся». Через полчаса ловушка была готова, покрышки навалили по кругу друг на друга, хватило только на одиночный круг. В центре вкопали полупустую канистру с прикрепленной к ней тротиловой шашкой. Канистру напихали пластмассой, подобранной на свалке. Вскоре подъехала бэха. Ребята привезли несколько катушек с рэп-шнуром. «Ну что, финальная подготовка», сказал призрак. «За дело!» В шины налили бензин, между покрышек проложили порванные на полосы и скрученные в жгуты рубашки, которые сняли себя. Перед этим пропитали жгуты бензином, засунув их концы внутрь баллонов. К этому времени небо окончательно затянуло тучами, усилился ветер. Рейдеры растянули рэп-шнуры из катушек, связав их концы между собой. Получилось 600 метров. Торсу, мраком, синей изолентой примотали к покрышке обрез. Для устойчивости оружия они применили катушки от шнуров и направили стволы двуствольного обреза вглубь баллона, к спусковому крючку прикрепили рэп-шнур. Рейдеры подогнали машины на длину веревки, оставив около ловушки кардана и сыча с мэрсом. «Хоть бы дождь не палил», сказал сумрак, придерживая шляпу от порыва ветра. «Будем надеяться», призрак достал рацию. «Кардан, поджигай!» Кардан вытащил зажигалку и, чиркнув колесиком, запалил фитиль. Они сычом быстренько сели в машину и подъехали к остальным. Через несколько минут раздался сильный холопок, сопровождаемый клубом черного дыма. От взрыва разворотило верх канистры, вспыхнуло горючее. Вместе с ним загорелся разлетевшийся в разные стороны пластик, создавая белую дымовую завесу, которая от порывов ветра выписывала в воздухе неимоверные завихрения. Люди, кто в бинокле, кто невооруженным глазом наблюдали за бешеными. Зомби, повернув голову в сторону взрыва, как бы нехотя, слезая с поверженных автобусов и выползая из-под них, двинулись в направлении костра. Они шли ломанными походками, приподняв немного вверх руки с растопыренными пальцами и вперев свои бессмысленные взгляды по направлению ловушки. Толпа растянулась метров на 50, при подсчете их оказалось всего 53. Чем ближе они подходили, тем быстрее начинали двигаться, при этом слегка наклонялись вперед, как будто собирались бежать. Прошло минут 10, а они еще не преодолели и половины пути. Костер в закопанной канистре и без того не сильно горевший начал потухать, выдавая в атмосферу клубы желтоватого дыма. Передние бешеные пошли чуть быстрее, из-за чего процессия растянулась еще больше. Минут через пять первые зомбы перебрались через наваленные шины и встали возле источника горения, пытаясь руками схватить дым. Не торопясь, начали подтягиваться остальные, языки пламени, вырывающиеся из канистры, полыхнули еще пару раз, начав гаснуть, выделяя слабый дымок. «Б**ть, ну давайте, заходите быстрее!» не сдержал эмоций Сыч. «Спокойно!» ярко произнес кардан. «Если что, подожжем стольких, сколько успеют зайти в круг, остальных добьем». «Вдруг патронов навсегда не хватит!» обеспокоился рядом стоящий бледный бут. «А топоры с арматурой?» строго спросил сумрак, повернувшись к буту. «Ты взял с собой топоры, заточенные арматуру?» Он, пытаясь сохранить напускную серьезность, хмуро смотрел на торопевшего товарища. «Вот иметь добьем!» «Не ссы!» «Не ты первый, не ты последний!» «Я когда свой первый рейд пошел, тоже от страха чуть штаны не наложил!» «Когда дрался с бешеным!» «И ты так прямо рукопашный с ним!» с ужасом прошептал перепуганный бут. «Конечно!» собрал сумрак. В своей первой вылазке он вообще никого из бешеных не видел, да и вылазка была только до заводского продуктового магазина, находящегося недалеко от их базы. «Я прямо голыми руками его задушил!» «Сумрак! Хорош заливать!» усмехнулся Кардан. «Не слушай его, бут, а то он тебя научит!» «Чему?» «Уже ничего не понимая», спросил бут. «Всяк херни!» «Бешеного руками не задушить!» «Откуда ты знаешь?» спросил пересохшим от волнения голосом бут. «Ребята из шелтера говорили, зараженных вообще тяжело уничтожить!» «Так что при прямом столкновении патронов точно не хватит!» «Даже наполовину бешеных!» Бут сел на корточке рядом с машиной, положил охотничье ружье на землю и обхватил голову руками. «Я лучше сразу застрелюсь!» еле слышно проговорил он. Видя такое моральное разложение одного из своих бойцов, к Буту подошел призрак. «Эй, чё расслабился?» пробасил он. Отто убрал руки от головы и умоляюще посмотрел на призрака. «Нам пи***ц!» поинтересовался он. «Нет!» твердо ответил призрак. «Пиздец бешеным! Неужели ты думаешь, что я бы повел людей на вылазку, считая это дело провальным?» Отто пожал плечами. «Не знаю, вы русские бесстрашные, вы не боитесь смерти!» «Боимся, как и все остальные, но главное в победе трезвый расчет. За последнее время я не потерял ни одного человека и сейчас не потеряю. Ещё спасём других, для этого мы здесь. Вставай и будь наготове! В случае смертельной опасности мы отступим!» Наконец, последний зомби, перебираясь через наваленные покрышки, забрался в круг. Бешеные начали толкаться вокруг гаснущей канистры, которая через минуту полностью потухла, выбросив вверх небольшой клуб жёлто-белого дыма. Заражённые немного постояли, как будто в недоумении, пялись на раскорёженную канистру и вдруг пошли по кругу. «Чё за хороводы?» воскликнул призрак. «Давай, кардан, дёргай за верёвочку!» Кардан натянул рэп-шнур, прозвучал выстрел, дёрнул ещё раз ещё один. Зомби тут же среагировали, повернув головы в сторону шума. Из наваленных покрышек появился лёгкий дымок, и следом оранжевые языки пламени начала разгораться первая шина. Тут же пламя перекинулось на тряпочные жгуты, засунутые в недры резиновых баллонов. Пламя быстро побежало по кругу. Люди подождали, пока не разгорелась резина и не повалил тёмный чад, скрыв их отзоров бешеных. «По машинам!» прогорланил призрак. Все быстренько заскочили в автомобиле и, выжимая всё, что можно из техники, подпрыгивая на кочках, погнали через поле к шелтеру. Разорённый лагерь приближался, уже были видны валявшиеся между искорёженной автотехникой убитые бешеные, обглоданные кости и разбросанные бытовые предметы. Джип вырвался вперёд, начав сигналить и гудеть. Вот он уже около уцелевших автобусов, лежащих на боку. Автомобиль резко остановился, из него тут же выскочили люди, кинувшись к перевёрнутым автобусам, которых не затронуло пламя. Рейдеры начали колотить по обшивке руками крича. «Есть кто живой? Стукните в ответ!» Шерп, как истинный скалолаз, тут же забрался наверх транспортного средства. «Не тарабань, Кардан», сказал Шерп. «Там нет никого». «Почему?» удивился тот. «Ставни проломлены», ответил Шерп, спускаясь. «И у другого автобуса тоже, я видел». Подъехали остальные автомобили, из них мигом вылезли спасатели и разбежались по базе. На заборе из колючей проволоки стояли два совершенно целых автобуса со спущенными шинами, закрытыми щитами на окнах, не смогших переехать преграду по причине целой кучи заражённых, повисших на заграждении. Машины завязли в лежащих под колёсами бешеных. Колёса автобусов, с намотанной на них колючей проволокой, были густо смазаны внутренним содержимым зомбов. Некоторые из бешеных шевелились, вытягивая в сторону прибывших руки, издавая хриплые, хлюпающие слабые звуки. Люди добили заражённых путём раздробления черепов подобранными тут же тяжёлыми предметами, такими, например, как чугунные казаны. Потом топорами взломали ставни одного из автобусов, забравшись внутрь. В хвосте салона в полутьме сгрудились перепуганные живые. Они принялись кричать, а некоторые даже кинулись на спасателей. Пришлось спешно ретироваться на улицу. Во втором автобусе тоже стали орать. «Эй, не орите! Мы из лагеря Спартак!» Закричал, что есть мочи призрак. От его голоса рядом стоящих заложило уши. «Мы не мародёры! Выходите!» Из-за проломленного щита окна выглянуло несколько перепуганных бледных лиц. Открылись двери автобуса, и люди неуверенно стали вылезать наружу. Их собралось двадцать человек, в основном женщины с детьми. Во втором автобусе тоже открыли двери, но из него тоже вышли старики, женщины и дети. «Так!» прогудел призрак. «Все спасённые, подходите вон к тому автобусу!» Он махнул рукой в сторону пазика. «Ребята!» крикнул Бут, стоящий рядом с перевёрнутым решётчатым икарусом. «Здесь внутри два человека!» Подошли призрак с карданом, заглянули через пробитую осколками крышу внутри салона. «Похоже, это старлей с хакером!» «А ну, ребята, ломай решётки!» дал распоряжение призрак. Их вытащили наружу, положив на землю рядом с автобусом. Другие спасатели в это время из перевёрнутого лазарета извлекли Дока, Абрама Соломоновича и Лёху. Сумрак со стеном взломали покорёженный взрывом и лежащий на боку длинный автобус, служивший столовой, вынеся оттуда Ромеро, Стрелка и Марину с Гульнарой. Всех их перетащили к пазику, положив рядом друг с другом. Туда же перенесли старлей и хакера. «Б**ть! Секс, сука, разом!» произнёс тихо призрак, сжав кулаки. Он посмотрел на пасмурное небо, с трудом сдерживая наклунувшие на него эмоции. Вдруг ему показалось, что кто-то из принесённых слабо застонал. «Тихо!» сказал призрак, прислушиваясь. «Вы слышали?» Он посмотрел на рейдеров, потом на лежащих в ряд шелтеровцев. «Похоже, док жив!» Призрак наклонился над врачом, а Александр Петрович издал тихий звук. «Быстро воды!» попросил призрак. Он натащил врача от остальных, сел на землю и, приподняв доктора, положил его голову себе на колени. Док пришёл в себя, он открыл глаза, спросив слабым голосом. «Вы кто?» «Свои!» ответил ему призрак. Кардан отстегнул от пояса фляжку, протянув её коляну. Призрак отвинтил крышку, поднеся баклажку губам дока. Александр Петрович жадностью стал пить, пока не опустошил фляжку. Призрак вернул баклажку кардану. «Где остальные?» Чуть ли не шёпотом произнёс Александр Петрович. «Кто именно?» «Илья, Ваня, Марина, Лёшка...» Док прикрыл глаза, судорожно сглотнув. «Наши ребята...» «Где они?» «Они погибли...» тихо сказал призрак. Док приоткрыл веки и посмотрел на призрака. «Они... рядом?» Спросил он. Здоровяк явнул. «Я... хочу их видеть...» Александру Петровичу помогли подняться. Доктор, опираясь на плечи поддерживающих его людей, сильно прихрамывая, подошёл к лежащим. Док с трудом при помощи призрака встал на колени и склонился над хакером, потрогал пульс, посмотрел в глаз. Проверил старлея, лежащего рядом, потом перебрался к другим, осмотрел их. «Они... живые...» С радостью в голосе сказал доктор. «Только в очень плохом состоянии. Нужно срочно в больницу». «Куда?» Удивился Кардан. «В клинику городскую. Надеюсь, там хоть что-то осталось». Вдруг у стрелка в кармане куртки что-то запеликало. Сыч, находящийся рядом, тут же достал пеликующий предмет. Им оказался спутниковый телефон. Он передал телефон призраку, тот включил связь. «Ребята, наконец-то!» Раздался в телефоне чей-то возбужденный голос. «Военные нам передали, что ваш лагерь уничтожен. У вас все в порядке?» «Это кто?» Пробасил здоровяк. «Виктор Валерьевич. А вы кто?» «Призрак». «Призрак?» «А, да, мне ребята про вас говорили. Они там, они живы?» Док попросил у Коляныча трубку. «Я все объясню», сказал он, взяв телефон. «Виктор Валерьевич, здравствуйте. Ребята живы, но они в критическом состоянии. Им срочно нужна медицинская помощь. Я из их лагеря. Я врач». «Да, да, мне ребята о вас рассказывали. Вы еще у нашего центра просили медпрепараты. Вы можете их привезти в наш центр?» Док вопросительно посмотрел на призрака. Тот утвердительно кивнул. «Да, но кроме них есть еще люди». «Видите все». Ребята осторожно перенесли в пазик. Машины начали грузиться остальные. К ним, пошатываясь, подошел радостный лис. Рядом с ним семенился амский кот. Никто на него не обратил внимания, все были заняты погрузкой. Но что-то еле уловимое заставило всех повернуться к лису. «Мужики, как я рад всех вас видеть. Вода есть?» Спросил он с сиплым голосом, подойдя поближе к людям. Все его начали сторониться, отмахиваясь руками. «Лис, ты откуда выпас? И чего тебе так воняет?» Спросил кардан, зажав нос пальцами. «Я, б***ь, котле просиделся в то время, прячась от зомбов. В туалет не вылезешь, вокруг эти твари ходят. Если бы не Лукаш, наш котяра, я бы не догадался туда спрятаться. Дайте попить». «Держи», — сказал призрак на выдохе, протянув ему двухлитровую пластиковую бутыль, которую достал из багажника машины. Лис жадно к ней присосался, котяра, стоящий рядом, начал орать, глядя, как тот пьет. Коту тут же организовали емкость из обрезанной бутылки, наполнив тару живительной влагой. «Что за котел?» — поинтересовался Сыч, когда Лис осушил бутылку. «Кухонный электрический котел на триста литров, переделанный по дрова. Мы его из рейда притащили из заводской столовой, чтобы сразу на всех готовить». «Как же ты спасся?» — поинтересовался кардан. «Это пи***ц, какая история!» — начал свой рассказ Лис. «Когда я был в дозоре, на нас напали зомби. Я открыл по ним огонь, быстро кончились патроны, и я побежал в лагерь. Походу понял, не добегу до автобусов, а если добегу, они, скорее всего, будут уже закрыты, и меня там сожрут бешеные. Тут я увидел нашего кота Лукаша, он рвал когти в сторону летней кухни, я за ним. Кот с разбегу шмыгнул в котел, в щель между крышкой и баком. Я туда же сдвинул крышку и залез внутрь, накрывшись ею. Крышка оказалась тяжелой, с резиновой прокладкой. Накрылись мы с котом этим люком. Изнутри никак не закрепить, я в прокладку нож воткнул и держал этот люк, иногда чуть-чуть приоткрываясь, чтобы впустить воздух. Потом, когда зомбы отвалили ненадолго, было слышно, как они уходят. Я приподнял крышку, упираясь с нее головой. Посмотрел щель и, увидев, что те поплелись к автобусам, сдвинул крышку посильнее, высунув руку, чтобы повернуть клапан давления. Открыл его для доступа воздуха. Зомбы это увидели и потащились обратно. Я закрылся, опять взявшись за ручку ножа, прижимая крышку. Потом, через некоторое время, до меня дошло, что они ее не могут поднять, не доходя до них, что нужно делать. Я отпустил нож. Потом был обстрел. Лукаш начал орать, и я, чтобы успокоить кота, взял его на руки. Но тот не успокаивался, а мне оставалось только молиться, чтобы не прилетело. Снаружи раздавались взрывы, крики и рыки. Потом все стихло, и кот успокоился. Мне показалось, что зомби ушли. Я приоткрыл крышку, увидев несколько десятков бешеных, бродячих между догорающих машин, я снова закрылся. Часа через три захотелось туалет по-большому. Ясное дело, наружу фиг полезешь, ну и сходил прямо там. Кот тоже навалил, присев подальше от меня. Поначалу чуть не задохнулся, да и бешеные активизировались, учуяв запах через клапан. Потом ничего, принюхались мы с котом. Хорошо, что фляжка с водой с собой была. Я же прямо с дозора от них убегал, а мы в дозор всегда с фляжками ходим. Вернее, ходили. Короче, срали и салем, и с Лукашем, прямо сидя в котле. Если бы не котяра, еще бы дальше там сидел. С полчаса назад он орать начал, на волю просился. А я уже думал, что у меня галюны от жажды. Слышал взрывы, крики подъезжающей машины. Ну все, думаю, пиздец. Но котяра орал как резанный, и я приоткрыл люк. Кот выскочил, я за ним высунул голову, увидел вас, и чуть от радости не придавил себе шею крышкой. Вот такая история. Лис, ты в порядке? Спросил его док, высунувшись из пазика. В порядке, только ноги покалывают и жрать охота. Сходи на речку, посоветовал док. Во, невыносимая, да и антисанитария. Не хватало нам еще дизентерию подхватить. Новая одежда, сам знаешь где, сказал Иван Иванович, стоящий рядом с недорожником, пыхтя трубкой. «Склад огонь не тронул, только давайте шустрее, мы тебя подождем». «Я мигом», сказал Лис и, прихватив одежду со склада, побежал на речку угрюмку. Глава девятнадцатая. Эпидемия. Через час медленно двигавшаяся небольшая колонна подъехала к воротам исследовательского центра. Остановились. Ворота со скрипом распахнулись, показав вооруженных автоматическим оружием людей. Один из них махнул рукой. Взревели моторы, машины малым ходом въехали на территорию. Тут же сбежались обитатели центра, осторожно выгрузили тяжелораненых, перенеся их в цех, где разместили в боксе, предназначенном для исследований и вскрытий. Остальных прибывших отвели в столовую. После обеда женщин с детьми расселили пожилым модулем, выселив оттуда весь мужской персонал. Мужики разместились прямо в цехе, приспособив мягкие упаковочные материалы для транспортировки грузов и оборудования в качестве матрасов, постелив их прямо на бетонном полу. Хватило на всех. Вечером Дмитрий Сергеевич собрал совет, пригласив на него призрака и пока еще очень слабого дока. «На повестке два главных вопроса. Вновь прибывшие ситуации в мире с распространением болезней», начал руководитель центра. «Почему болезней?» удивился призрак. «Разве это не...» Он осекся на полуфразе, недоуменно уставившись на Дмитрия Сергеевича. «Вот видите, вы сами все поняли». Профессор улыбнулся и продолжил. «Мы решили так называть состояние переродившихся. Так нам, персоналу нашего центра, проще апеллировать знакомыми нам терминами, чтобы не путаться в новых. Я, надеюсь, понятно разъяснил?» «Понятно», сказал призрак, почесывая макушку. «Но как вы их называете? По-научному». «Болезнь мы назвали Imaginarium Redius, что в переводе с латинского означает «мнимое бешенство». А вот больных нарекли Conditione Immortalibus, что переводится как условно-бессмертный. Теперь продолжим наше заседание. «Начнем с первого вопроса. У нас добавилось население в количестве 59 человек, из них семь тяжелораненых». Призрак поднял руку. «Моих здесь десять вместе со мной. Вернее, семь. Трое солдат сегодня утром к нам пришли со стороны карантина. Нас можно не считать. Мы сегодня же вечером отбудем на нашу базу». Он вспомнил своих уставших, вымотанных вылазкой рейдеров, и хмыкнув добавил. «Наверное». «Хорошо. Если уменьшить на десять человек, то продуктов при разумном их использовании нам хватит приблизительно на пять-шесть дней. Если прибавить пайки скорпионов, которых к нам недавно прикрепили, об этом я зачитывал на утренней летучке приказ из штаба где-то еще на пару дней. Это все подсчеты на случай форс-мажора, ведь нас должны по вновь полученным данным эвакуировать через три-четыре дня». «Эвакуация?» удивился призрак. «На большую землю?» «Да», кивнул профессор. «И мы хотим тоже включить вас и ваших людей в список. Вы согласны?» «Так сразу и не скажешь. Надо со своими на базе переговорить». «Хорошо, только дайте нам знать в течение двух суток. Теперь о тяжелых. Виктор Валерьевич, расскажите, как у вас обстоят дела с прибывшими ранеными». «Раненые в порядке», доложил Виктор. «Мы применили новые комбинированные препараты с добавлением гидры ДХС-18 из проекта «Химера». Старую разработку, которую вы, Дмитрий Сергеевич, когда-то с моим отцом успешно адаптировали для стимуляции организма при сильном истощении. Сейчас больные уже пришли в себя и, судя по всему, встанут на ноги через пару дней. Но нужна высококалорийная пища, иначе организмы травмированных начнут поедать сами себя. Также мы предложили препарат Александру Петровичу, но он пока отказался». «Я после заседания его приму», «Как можно бодрее», ответил док, хотя недомогание слышалось по его голосу. «Понятно, по продуктам я уже сказал, сможем ли мы найти еще еды в городе?» «Вряд ли», ответил командир ловцов Артем. «Единственное, где еще что-то могло остаться, это в брошенных квартирах. Если там не побывали бешеные или мародеры, то можно найти крупы, растительное масло, консервы». Призрак поднял руку. «У нас на базе есть запасы продовольствия», сказал он. «Можем поделиться». «Это крайний случай», констатировал Дроздов. «Надеюсь, мы скоро покинем это место. Если вдруг по каким-либо причинам эвакуация отодвинется, то придется искать запас именно там, в брошенных квартирах и просить помощи у спартаковцев». «Почему могут отодвинуть эвакуацию?» «Вот мы и подошли ко второму вопросу». Дмитрий Сергеевич сделал небольшую паузу и продолжил. «Заражение вышло из-под контроля и продвигается по всем направлениям со скоростью идущего человека, покрывая расстояние до 100-120 километров в сутки. Бешеным идущим скоплениях не нужен сон, они практически не устают и не меняют темп движения. Им ни почем смена погоды и без еды они способны обходиться длительное время. Задержки возможны только в населенных пунктах, поэтому распространение идет изломанной линией. Еловогорск со вчерашнего вечера, вернее, ночи, атакован бешеными. Карантинного штаба, который был организован там, как такового больше не существует. В два часа ночи мне по факсу пришло сообщение. Вместе с приказом о присоединении к нам подразделения скорпионов, которые должны были эвакуироваться еще вчера, но за ними не прибыл борт, пришло уведомление о переподчинении нас к ведомству по чрезвычайным ситуациям. Я тут же связался с ЧС. ЧСники сказали, что любая эвакуация из зоны карантина, то есть отсюда, может быть отложена. В 7.30 при приеме через спутник трансляции новостей из Лавогорска картинка зависла. Дмитрий Анатольевич включил с помощью пульта телевизор, висящий на стене. Как видите, через все спутниковые каналы на наши мониторы идет только этот сигнал, показывающий фрагмент новостей. Так как у нас несколько часов назад пропала связь, в том числе с Лавогорском, техники попытались через приемы передающей антенну по разным каналам связаться хоть с кем-то, но ничего не получилось. Техники не смогли сказать ничего вразумительного по поводу зависания. Все, что мне известно на данный момент о ситуации в мире, я получил сегодня утром текстовым документом, после этого не было никаких сообщений. То, что содержалось в документе, я с небольшими сокращениями переписал на бумагу. Профессор достал из кармана халата сложенный листок, развернул его и, надев очки, начал читать. Вчера поздно вечером китайцы применили ядерное оружие, сравняв с землей города Маньчжурию и Хайлар, а также множество близлежащих населенных пунктов. Но даже после ядерного удара бешеных осталось очень много. Их не смогли удержать ни боевые заслоны, ни заграждения из колючей проволоки, стоящей у зараженных на пути. Причем все инфицированные получили огромные дозы радиации. А это значит, что даже после уничтожения зараженного, он представляет большую опасность для окружающих, так как от тела будет исходить радиационный фон. Сейчас значительная часть китайских инфицированных движется в сторону нашей границы. Дмитрий Сергеевич на секунду замолчал, ища что-то в своей писанине, нашел и продолжил. Теперь по Европе. Там тоже участились нападения, которые по непонятным причинам замалчивались перед мировой общественностью. Возможно, из-за того, что вспышки бешенства происходили в среде мигрантов. В данный момент объединенными натовскими войсками окружены целые городские районы крупных мегаполисов, где проживают выходцы с Ближнего Востока и Африки. Как отмечают мировые СМИ, в Европе проходят массовые митинги и демонстрации в защиту не только мигрантов, но и зараженных. Дмитрий Сергеевич оторвался от чтения. Они там, в Европе, совсем дошли до крайности со своей толерантностью. Он перевернул листок и продолжил. Американцы в срочном порядке предоставили нашему руководству документы с видеоматериалами о ситуации в их стране с убедительной просьбой переходящей в истерику дать им наш препарат. Как выяснилось, США закрылись от внешнего мира, чтобы эпидемия не вышла за пределы их страны. Там тоже были масштабные вспышки неизвестного заболевания. Сейчас идут переговоры. Профессор оторвался от бумажки и, сложив ее, спрятал в карман. Как я уже говорил, ЧСники нас эвакуировать пока возможно не будут, посчитав, что здесь безопасней. Ну и полетный маршрут рассчитать нужно, куда лететь и сколько понадобится времени на перелет, учитывая передвижение скоплений. Случаи длительной отсрочки эвакуации пообещали доставку продуктов и препаратов, в чем я лично сомневаюсь. Для этого им придется гнать сюда самолет, потом обратно, а ведь скопления движутся и где взлетал борт, там он уже может не сесть. Одно хорошо, что к нам прикрепили подразделение скорпионов, а это значит будем с электричеством. ТЭЦ пока не остановили. Вечером, когда все влеглись спать, кроме, конечно, дежурного персонала, двое подростков лет 12, которых звали Антон и Вадим, выбравшиеся с жилого модуля, побродив полумраки цеха между боксами, спрятались за стоящей возле стены установкой фильтрации воды. «Видел, когда мы приехали сюда в уличной клетке толпу бешеных?» полголоса спросил Антону друга. «Видел?» кивнул Вадя. «Они все одеты в яркие жилеты, в таких жилетах дороги ремонтируют. Хочешь им отомстить?» Яростно зашептал Антон, поддавшись вперед. «Ведь они, когда напали на шелтер, съели твою младшую сестру с мамой, а у меня старшего брата!» Вадим отпрянул от Антона, не ожидая такого напора от своего друга. «Хочу, а как?» спросил он. «Может, их здесь для чего-то держат, может, для опытов?» Вадя принял прежнюю позу и, оглянувшись по сторонам, шепотом произнес. «Потом нам влетит». «Не влетит!» «Я ходили курить на улицу, говорили, что всех бешеных скоро пустят в расход, а нас отсюда вывезут, наверное, через пару дней». «О, как ты хочешь им отомстить?» «Я нашел палку, черенок от сломанной швабры, у меня с собой есть нож». Антон излег из-за пазухи большой ножик в кожаных ножнах, больше похожий на тесак. Вытащил его из них, сталь заблестела под тусклыми лампами дежурного освещения. «Я его привяжу к палке и проткну им глаза бешеных». «Чем привяжешь?» спросил Вадя ехидно улыбаясь. «Шнурками!» ответил Антон таким тоном, как будто перед ним сидел полный даун. «Ладно, я согласен, когда будем мстить?» «Завтра». На следующий день подростки после завтрака смылись на улицу, где соорудили подобие копья. Озираясь по сторонам, они, крадучись, подошли к клетке. «Эй, уроды вонючие!» крикнул Антон. «Смотрите сюда! Скоро вы не сможете смотреть!» С этими словами он просунул палку между прутьев, целясь ножом в глаза бешеных. Зараженные столпились возле решетки и, махая руками, пытались поймать самодельное оружие. Антон удачно вывернул черенок, выколывший глаз одному из зараженных, у которого на жилетке с левой стороны красовались три черные вертикальные полоски с цифрами над ними. «Ну, а теперь ты!» Антон протянул самодельное копье другу. Вадик неуверенно взял палку и нерешительно начал шурудить ей в клетке. «Давай, чё ты как лошара, Микантора!» подбодрил его Антон. Вадик стал сильнее тыкать тела зомбов в самодельное орудие. «Найте! Найте вам, суки!» кричал он. Зомбы от такого обращения к себе прифигели, если можно было так назвать их реакцию, и начали тоже кидаться на решетку, просовывая в ячейки руки, но разряды только отгоняли их от прутьев. «Ну-ка, дай-ка я еще их погоняю!» Антон взял у друга палку. Но тут один зомби, размахивая руками, зацепил затыльную сторону рукоятки ножа, и ножик чуть не выскочил из привязи. Антон решил его поправить и стал вытягивать палку наружу, но болтающийся тесак лезвием задел решетку, замкнув парные контактные прутья. Послышался хлопок выбиваемого автомата, тут же затрещал аварийный звонок. Бешеные на мгновение застыли, прислушиваясь к трезвону, потом, посмотрев на ребят, снова кинулись на решетку. и стали налегать на нее. Через секунду она не выдержала натиск, так как не была рассчитана на такие нагрузки и рухнула прямо на детей, придавив их к земле. Зомби, упав вместе с ней, тут же стали засовывать свои морды в ячейки зубами, разрывая кожу на орущих от боли и страха подростков. Другие зомби, свалившиеся на них сзади, начали подниматься и, повернувшись в сторону открытого цехового входа, быстрыми шагами двинулись на звонок. В это время из цеха выходил техник-электрик, чтобы посмотреть, что же случилось, но, увидев надвигающихся на него бешеных, развернулся, кинувшись обратно. Толпа зараженных, увидев новую добычу, перешла на бег, устремившись следом. Через минуту в цехе поднялся невообразимый шум. Из него стали выбегать люди в разные стороны, сидели в это время в модуле для вскрытия инфицированных, в котором находились раненые шелтеровцы. Все травмированные уже пришли в себя, они сидели за секционным столом из нержавеющей стали, поглощая в три горла принесенные им продукты. Особенно усердствовали девушки. Да, такими темпами нам еды хватит дня на три, не больше. Зато люди поднимутся уже через пару дней. Блаженно улыбаясь, сказал Виктор, радуясь такому невероятному процессу восстановления. Но тут затрещал звонок, а через несколько секунд в цехе началась беготня с криками. «Что там за шум?» спросил профессор, повернувшись в сторону входа. «Сходи, посмотри, я пока их анализы еще раз проверю». Виктор встал и, продолжая обеспеченно улыбаться, подошел к двери. Он поднял руку, уже собираясь открыть ее, как она с силой распахнулась. В бокс, чуть не сбив Виктора с ног, влетели вирусолог с генетиком. Они тут же захлопнули дверь и поворотом штурвала задвинули двойной распирающий стальной засов. С той стороны тут же раздались удары врезающихся тел. «Что случилось?» скачил с места Дмитрий Сергеевич. «Зараженные!» истерично крикнул вирусолог. «Их целая толпа!» не менее истерично проголосил генетик. «Откуда здесь они?» «Да еще целая толпа!» «Это наши!» «Нашего центра!» «Они сломали клетку!» Продолжал истерить Семакин, трясясь тем телом, особенно тряс своим огромным животом. Академик, шатаясь, прошел к столу. Оперевшись руками на край, он опустил голову, тяжело дыша. Судя по всему, физические нагрузки давались ему с трудом. Потом он посмотрел на переставших сживать притихших раненых. «А они не опасны? Ведь им вели тот же препарат!» Через одышку выдавил из себя Виктор Николаевич, убирая руки со столешницы. «Нет, не опасны», ответил Дроздов. «В препарате отсутствует гензамещение, то есть организм может регенерировать пораженные клетки, но не сможет...» «Как они сломали решетку?» «Она же под напряжением!» Перескочил на другую, более актуальную в данный момент тему Дмитрий Сергеевич. «Электричество отключилось, где-то произошло замыкание!» ответил генетик. У дверь продолжали стучать и скрестись. «Странно, на испытуемых не было ни одной металлической детали на одежде, мы же сами все проверяли», произнес Виктор. «Чего теперь искать причину? вызывайте кого-нибудь!» Опять заистерил вирусолог. Дмитрий Сергеевич тут же по рации связался со скорпионами. К вечеру, когда внутренний комплекс прилегающей территории были зачищены от бешеных, подсчитали потери. Из всего персонала центра с вместе недавно прибывшими осталось только 28 человек. Плюс взвод скорпиона в количестве 30 бойцов, итого 58 выживших. Выкинув из цеха на улицу всех убитых зараженных и их жертвы, предварительно всем прострелив головы, закрыв цех на все засовы, оставшиеся руководители собрали в столовой. «Мы уничтожили 51 зараженного из тех, которые были в клетке», доложил Глеб Юрьевич Жиглов, командир скорпионов, позывной которого был Жиглов. «Почему?» «Наверное, потому, что Глеб в прошлом работал старшим оперуполномоченом военной полиции и ассоциировался у всех с известным опером Мура. Не могут же на самом деле давать позывной по фамилии». «Значит, сбежали», произнес Дмитрий Сергеевич. «Где же они могут быть?» «Они не могут сбежать», сказал генетик. «Скорее всего, эти 19 сразу ушли в другом направлении, возможно, вернутся и их. Но ведь они тупые, как пробки», перебил его вирусолог. «Значит, их кто-то или что-то отвлек. Интересно, что бы это могло такое быть?» «Люди», ответил ему генетик. «Когда зараженные начали забегать в цех, люди стали убегать от них на улицу. Мы с вами, Виктор Николаевич, сами это видели. Возможно, некоторые бешеные потом за ними побежали и вы мне не дали закончить. Когда они вернутся, то их сбили меня с мысли, а, вспомнил, их, скорее всего, станет больше». «Да, из цеха выбегали люди, за ними бешеные», сказал Глеб Юрьевич. «Наши бойцы не стали за ними гнаться, так как народ разбежался в разные стороны по территории завода. Гораздо логичнее дождаться их здесь, не тратя времени и не рискуя жизнями на поиски инфицированных в пустых производственных помещениях. Все равно они вернутся, их действительно может стать больше». «Еще, мы установили свою антенну на вашей крыше, подведя от нее кабель к вашему приемному оборудованию». «А наша, что с ней?» поинтересовался Дмитрий Сергеевич. «Мы не обследовали вашу наружную аппаратуру. Возможно, поврежден кабель. Повреждение может быть на одном из стыков. Они находятся на крыше модуля, где располагается узел связи. Из-за замыкания в кабеле, скорее всего, нарушилась приемная способность антенны и зависание. Так как антенны имеют внутренние платы, питающиеся от напряжения наводки кабеля, схема могла повредиться. Может быть, поэтому вы везде на всех мониторах видели одну картинку, и мы, чтобы не терять времени на проверку цепи, решили установить свое оборудование. Если это так, то кто мог повредить кабель? Это мог сделать мелкий зверь, возможно, кот, привезенный вместе с выжившими, предположил Симакин. Он шустрый, малый и очень любопытный. Как кот мог перегрызть кабель? Кабель же в изоляции. Кабель необязательно перегрызать, достаточно прокусов в нескольких местах, ответил ему командир Скорпионов. Ваш тонкого сечения, его можно легко повредить незначительными механическими усилиями. Наш кабель защитой, ваши техники недавно меняли изоляцию на стыках. Да? Кивнул Дмитрий Сергеевич. Изолента была китайского производства и имела сильный запах. Вот, скорее всего, ее запах и привлек зверька. Значит, связь есть? Неуверенно поинтересовался Дмитрий Сергеевич. Есть. Наш техник сейчас за вашим пультом связи. Почти по всем телевизионным каналам нескончаемо идут новости о разрастающейся эпидемии. От нового непосредственного начальства приходит сообщение. Все, что показывают в новостях, преувеличено в 10 раз. И не стоит подаваться панике. За нами скоро транковой связи. Глеб Юрьевич включил на прием. Техник связи звонит. Сказал он и прильнул к трубке. Жеглов начал меняться в лице, выслушивая доклад подчиненного. Он оторвался от устройства, протянул рацию профессору. «Срочная эвакуация», мрачно сказал Скорпион. «За нами послали борт, Ту-154 военного ведомства. Самолет уже в пути, прибудет через час. Сейчас они на связи». Профессор взял трубку. «Слушаю». «Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич». Послышался голос Шпагина из динамика. «Здравствуйте, Геннадий Юрьевич, что за спешка? Разве мы сможем за один рейс все вывести?» «Дорога», так как карантинных постов не существует, заражение идет быстрее, чем предполагали. Инфицированные вполне могут передвигаться на транспорте в качестве пассажиров, ведь поражение организма не наступает мгновенно. По подсчетам наших специалистов, вы прилетите в пункт назначения, когда фронтальная зона эпидемии будет от города, где вы приземлитесь в пределах 300-400 километров». «Надеюсь, что успеют создать карантинные зоны на подступах к городу», с надеждой в голосе произнес Дмитрий Сергеевич. «Скорее всего, нет. Этот город будет перевалочным пунктом. Вы полетите дальше. Пункт назначения — Преарктическая станция. Во времена Союза там была военная база с неплохой инфраструктурой. Недавно ее восстановили и модернизировали. Теперь восстановленная станция может принимать среднемагистральные самолеты. Туда уже прибыли другие специалисты. Развернете там производство биллерафонта. Есть на чем там производить? Есть. Месяц назад туда и еще в два других места начали заводить оборудование. Одно из производств стали создавать в Казахстане в городе Павлодаре на базе старого химического комбината. Второе — Волгограде. Арктическое направление само перспективное. Инфицированные туда практически не идут. Возьмите с собой все нужное. Сколько вам надо времени на сборы? Мы уже давно на чемоданах. Берите только самое необходимое в путь. Удачи! Рация отключилась. Профессор вернул ее Глебу Юрьевичу. Нужно организовать прямо сейчас группу, которая поедет на аэродром и подготовит полосу для посадки. Еще одну для подготовки заправки самолета. Поедут скорпионы, подключат энергию. Отдал распоряжение Дмитрий Сергеевич. Оставшиеся люди займутся погрузкой оборудования. Призрак, ошивающийся уже второй день в научном центре, вызвался помочь в расчистке полосы. На Тигре ловцов они поехали за К-700 в свой лагерь. Прибыв туда, призрак собрал всех спартаковцев во внутреннем дворике. «Сегодня прилетает самолет, будет эвакуация!» Громко пробасил он. Все тут же оживились, некоторые даже захлопали. «Но!» Призрак поднял руку. «Летим только до следующего города, который находится на пути бешеных. Самолет доставит эвакуируемых туда для пересадки, но дальше полетят не все. Направление полета приарктическая база. Нас оставят в городе, и мы, по идее, должны будем уйти оттуда вместе с эвакуационными колоннами». Призрак осмотрел присутствовавших. «Лично я остаюсь здесь», прогудил он. «Здесь относительно безопасно, бешеные почти все ушли, местность знакомая. В разоренном шелтере полно оружия, запас еды можно поискать в оставленном жилье и брошенных селах. Кто со мной? Решайте быстрее, самолет скоро сядет». К удивлению радости призрака все спартаковцы единогласно вызвались остаться, приступили к вызволению из бокса кировца. Тиграм выдрали ворота гаража, краном сняли секцию забора, после чего К-700 выехал прямиком в аэропорт, за рулем которого находился кардан. И с ним один из спартаковцев, бывший диспетчер аэропорта. Следом за трактором шел тигр, в котором сидели ловцы и с ними призрак. «Судя по знаку на воротах одного из гаражей, он у вас сквозной, почему вы через него не выехали?» спросил призрака рядом сидящий Артем. «Там низкие проемы, кировец не проходит», ответил здоровяк. На Цесновогорском нависли тяжелые тучи, добавив темноты в надвигающиеся сумерки. Поднялся ветер. Машины неслись по грунтовке, срезая путь, ведь времени до прибытия воздушного борта оставалось все меньше. за ним не сильно подпрыгивая на ухабах летел тяжелый внедорожник. «Плавный ход у вашей машины», заметил призрак. «Само собой, ведь весит броневик немало», усмехнувшись, ответил Артем. Вскоре прибыли на аэродром, там уже суетили скорпионы, готовя заправщик. Кардан, не откладывая дело в долгий ящик, сходу трактором убрал с полосы разбросанные обломки самолета, сдвинув их далеко в сторону от ВПП. Сверкая фарами на автобусе и двух грузовиках подъехали эвакуируемые. Люди, выйдя из транспорта, тут же начали разгружать оборудование. После выгрузки все столпились возле аэровокзала. Порывы ветра усилились, начался мелкий дождь, но люди не прятались в здании с надеждой сматриваясь в пасмурное небо. И вот вдалеке послышался гул моторов. В темной выси появилась еле различимая точка, которая увеличиваясь превратилась в самолет. Зажглась взлетная полоса, самолет включил фар и выпустил шасси и начал снижаться. Тут же подогнали бензовоз к рулежной полосе для закачки топлива. Борт коснулся колесами взлетки, побежав по ней зеркально отражая свете фар от мокрого покрытия полосы. Вот заворачиваться на рулежке для взлета. Наконец борт остановился, скорпионы подогнали трапы с топливозаправщиком, началась погрузка. Самолет наносил, как занесли раненых, они пока не могли быстро ходить и даже говорили с трудом. Загрузили контейнеры с реактивами, вакциной и составляющими ее компонентами. Кое-что из оборудования погрузились сами. После дозаправки отогнали бензовоз. Призрак с карданом убрали трапы, самолет включил турбины, начав разгоняться. Борт добра в скорости задрал нос, начав подниматься в воздух. Авиалайнер лег на крыло, делая облет аэропорта. В иллюминаторе в надвигающихся сумерках еще можно было разглядеть провожающих. Их было всего двое, призрак и кардан. Они одиноко стояли на фоне темного брошенного здания аэровокзала рядом с кировцем и тигром, махая руками. Тускло светились только окна диспетчерской башни, из которой третий спартаковец вел воздушную машину. При выходе из виража люди, сидящие в самолете, увидели, как взлетные полосе, сверкающие посадочными огнями, через поле со стороны сталелитейного завода бежали бешеные в ярких жилетках. Как кардан с призраком и диспетчером садились тигры, рванувшим в сторону Сосновогорска, самолет закончил вираж и лег на курс. «Что же теперь будет с ТЭЦ?» поинтересовался Дмитрий Сергеевич у командира Скорпионов. «Ничего страшного не произойдет», ответил Глеб Юрьевич. «Вчера мы запустили дизельные генераторы, остановив турбины в градирнях. Выработается топливо, электричество исчезнет. То же самое и с аэропортом». «А потом можно будет станцию запустить?» «Конечно». Летели уже больше двух часов. Пилоты с землей были на постоянной связи. Им сообщили, что в зоне посадки погода меняется не в лучшую сторону. Уже при подлете им дали отмену. Погода в принимающем аэропорту резко ухудшилась. «Ищем другой аэропорт», отдал распоряжение командир воздушного судна. Он начал крутить ручку приемника, но кроме треска эфира ничего не было слышно. Наконец передали сесть в ближайших аэропортах не представляется возможным. «Летим обратно», распорядился командир. Через час самолет вышел из зоны непогоды, так как летели они назад навстречу сумеркам, видимость ухудшалась. «Командир, до Сосновогорска мы не дотянем», доложил второй пилот. «Сильный встречный ветер, большой расход топлива». «Садимся в Северогорске», принял решение первый пилот. Вскоре появился черным пятном выделялся на сером фоне посевных полей, окружающих его. «Попробуй запросить посадку», произнес первый пилот. «Так город ведь эвакуирован», возразил напарник. «Попробуй, может, еще осталась оперативная группа управления полетами». Второй пилот включил рацию. «Мы на подлете, ответьте, я борт 123, я борт 123, мы на подлете, ответьте». Второй пилот посмотрел на командира экипажа. «Не отвечают, никто не отвечает». Лайнер лег на крыло и начал снижаться, делая большой вираж. Дворники еле справлялись с набегающими струями дождя. Вдруг в приемнике раздался треск и послышался монотонный голос, передающий координаты аэропорта. «Атис работает», радостно сказал второй пилот. «Атис, служба автоматической передачи информации в районе аэродрома». «Ребята, уходя, ее не отключили». «Хорошо, что она функционирует на автономном питании», ответил командир. «Отправь радиопеллинг, пусть нас и ориентирует». Он включил внутреннюю связь. «Пристегните ремни, будем садиться». Летчики, направляя машину по радионавигации и приборам, подлетели к ВПП. Самолет, освещая посадочную полосу фарами в сгущающейся тьме, гудя турбинами на всю округу, сел в пустом аэродроме. Борт вырулил к рулежке и заглушил двигатели. Люди облегченно вздохнули, но никто не стал хлопать в ладоши, как будто боясь нарушить образовавшуюся тишину. Только капли дождя барабанили по обшивке воздушного судна. «Будем выгружаться?» поинтересовался Семакину Дроздова. «Это как решат летчики», ответил профессор. «Предпочтительнее, конечно, оставаться на борту». «Приготовиться к выгрузке», сообщил командир воздушного судна. Дмитрий Сергеевич поспешил в кабину пилотов. «Простите, не знаю вашего имени», сказал он, обращаясь к первому пилоту. «Игорь Станиславович, по какому вопросу?» «Можно ли нам, пассажирам, оставаться в самолете?» «Нежелательно, дозаправка в такую погоду с людьми на борту недопустимо. В любой момент может начаться гроза, разряд молнии способен вызвать пожар». «Но как же оборудование?» «Для нас важнее сохранить специалистов, а не железяки. Без вас оборудование превратится просто в груду металлолома». «Ну если повредится самолет, то как мы улетим?» «За это не беспокойтесь, я сразу же отправлю запрос на новый борт». Дроздов вернулся в салон. «Первыми выходят скорпионные ловцы», распорядился он. Бойцы спустились по надувным трапам и перебежками добрались до здания аэродрома, проникли внутрь аэровокзала, вернулись через десять минут. «Никого, ни живых, ни мертвых», доложил командир скорпионов. «Приготовиться к высадке», распорядился Дмитрий Сергеевич. Люди начали выгружаться, осторожно спустили вниз раненых. Сей группой, стараясь не разделяться, прошли в здание аэропорта, неся на плечах травмированных. Осмотревшись, люди решили расположиться на втором этаже в зале ожидания, где было много удобных кресел и буфет. По широкой лестнице они перебрались туда. Раненых положили возле окон, на пол покрытый ковролином, подложив им под головы свернутые куртки. Док при помощи одного из ловцов, светившему ему тактическим фонарем, сделал пострадавшим инъекции иммуномодуляторов и себе тоже. «Странно, ничего не тронуто», сказал генетик, усаживаясь в кресле. «Как будто люди просто исчезли». «Да, странно», ответил ему вирусолог. Он все не мог никак втиснуться в сидение, мешали подлокотники. Потом до него дошло, что они убираются вверх. Наконец, Тимакин устроился. «А вдруг жители уехали и скоро здесь появятся орды бешеных», предположил хирург, присаживаясь рядом. «Вполне возможно», ответил ему генетик. «Тогда закроемся здесь и будем ждать спасения. Нас уж точно не бросят. Груз сами понимаете какой важности». Недалеко от них присели Дмитрий Сергеевич с Виктором. «Жаль, что нет электричества», сказал Громов. «Попытаюсь поймать на сотку что-нибудь». Он поискал сканером радиостанции. Тишина. «Конечно, сотовый телефон ловит только местные каналы». «Ну а вдруг какой-нибудь выживший сидит сейчас у себя в студии и передает текст такого содержания? «Внимание, внимание, наш город подвергся вирусной атаке неизвестной болезни, все, кто меня слышит». «И что дальше?» усмехнулся Дроздов. «Не знаю, спасайтесь, бегите, прячьтесь, в таком духе». Темные окна порывами колотил дождь, раненые после уколов, поднявшись с пола, шатаясь, поплелись к буфету. Зайдя за стойку, они принялись есть все, что им попадалось. Дмитрий Сергеевич с Виктором, сидя в креслах, молча наблюдали за ними. «На бешеных похожи», полушепотом сказал Виктор. «Друг они станут ими?» «Все хорошо с ребятами», тихо ответил ему профессор. «Похожими на бешеных они будут недолго, это нормальное состояние. У ребят нет захвата нервной системы, организмы отлично справляются с внесенным ослабленным вирусом, мы же им дополнительно вкалываем иммуномодуляторы». «А вдруг они стали практически бессмертны?» озадачился Виктор, глядя, как раненые ломанными движениями шарят по полкам. «Сейчас да», кивнул Дроздов, «но через пару-тройку дней станут обычными людьми, как и раньше». Люди потихоньку укладывали спать, кто на сиденьях, кто на подоконниках, кто прямо на полу. Скорпионы выставили внешние дозоры, а пилоты остались в кабине самолета. Через полчаса в темном зале настала тишина, нарушаемая порывами ветра до дробью дождя, доносившихся с улицы и вознёй раненых за буфетной стойкой. Несколько человек, собравшись вместе в дальнем углу тёмного зала ожидания, тихонько обсуждали сложившуюся ситуацию. «Мы сейчас находимся от Сосновогорска за 500, может, 600 километров», тихо говорил программист. «Пока мы заправлялись и летели, прошли четыре часа, сложим скорость движения бешеных со временем и вычтем из расстояния. Все эти расчёты приблизительны. Получается, что бешеные от нас примерно в 100-150 километрах в любом направлении». «Как это понимать?» спросил вирусолог. «Если они двигаются на нас, то будут здесь через сутки. Если бешеные ушли от нас вперёд, тогда мы в относительной безопасности», ответил программист. «Утром при условии, что нам никто или ничто не помешает, полетим в точку почему же мы сразу туда не полетели? Потому что топлива до станции не хватило бы. В данном случае, если сейчас заправимся полностью, по моим подсчётам долетим». «Если заправимся», произнёс Дроздов. «Я уверен, что топливо есть», подытожил программист. Подошёл Глеб Юрьевич. «Мы проверили топливо заправщики. Есть один средний с горючим», сказал он, как бы подтверждая слова программиста. «И нам его хватит, чтобы долететь до арктической базы?» осведомился Семакин. «Насчёт Арктики не знаю, это надо у пилотов спросить, а вот до перевалочного пункта должно хватить, там точно дозаправят». Дмитрий Сергеевич достал рацию и связался с пилотами. «Игорь Станиславович, скажите, нам хватит топлива со среднего заправщика до приарктической станции?» поинтересовался он у командира воздушного судна. «Если верить карте до станции нет», прошипел динамик, искажая голос лётчика. «Вот долищиновка должно хватить, взлёта туда с попутным ветром часа три, плюс-минус десяток минут». «А если против ветра?» «На час, может дольше, всё зависит от силы ветра, но тогда топлива вероятно не хватит, если снять с борта часть груза, понятна, конец связи». Дроздов отключил рацию, положив её себе на колени. «Топливо найдено, можем заправиться прямо сейчас», предложил Жеглов. «И желательно после заправки всем перебраться в салон самолёта». «Нет смысла», сказал Дмитрий Сергеевич. «Погода, если верить прогнозам, наладится только к утру. Заражённые здесь, скорее всего, не появятся в течение суток. Может, потратим время на выгрузку оборудования, чтобы облегчить общий вес?» Глеб Юрьевич сел рядом с Дроздовым. «Когда мы вылетим, то неизвестно, какое время проведём в воздухе при полной загрузке. Никто не может сказать, даже пилоты. Чтобы сэкономить топливо и продлить полёт, я и все мои люди остаёмся, создадим автомобильную колонну и двинем на запад. Завтра с утра можно начать подготовку к выезду. «Но ведь мы можем пожертвовать оборудованием и все улететь», возразил профессор. «Я понимаю вас, Дмитрий Сергеевич, вы хотите нас всех отсюда вывезти в относительно безопасное место, но ведь от вашей работы зависят миллионы жизней, и ради нас не стоит даже думать о приостановке исследований и заброшенного оборудования. А за нас не беспокойтесь, мои люди подготовлены, и мы обязательно выберемся. Или где-нибудь обоснуемся, создадим базу, спартаковцы». Подошел командир ловцов Артем. «Мои люди проверили близлежащие районы, жильцы отсутствуют, возможно, была эвакуация», доложил он. «Самолетов на аэродроме, как мы видим, тоже нет». «Или бешеные уже были здесь, что не исключено», заметил Виктор. «В городе могли остаться еще зомби, возможно, недавно обращенные, которые после укуса могли закрыться в помещении и там остаться уже переродившимися. И таких здесь могут быть тысячи, значит, присутствует опасность нападения и даже группового». «У нас нет выбора», ответил ему Жеглов. «Постараемся работать как можно тише и по окраинам, и если здесь обнаружатся зомби, значит, мы у них в тылу, тогда пойдем следом». «А смысл, зачем идти следом?» спросил генетик. «За ними остаются населенные пункты, а в них то, что нам понадобится». «Так нельзя», произнес Виктор. «Получается, что мы вас бросаем, а сами летим в относительно безопасное место? Давайте так, когда вы доберетесь до города, где есть подходящий аэропорт, оттуда передадите нам по спутниковой связи, где вы и там нас ждите. Мы за вами вышлем самолет». «А что, идея?» поддержал вирусолог. «У пилотов есть навигационная карта, на ней отметим точку, куда прибудет колонна и пришлем туда самолет через какое-то время». «Давайте попытаемся поспать», предложил Дмитрий Сергеевич. «Утро вечера мудренее, завтра все решим». Все с ним согласились, люди не знали и не могли знать, что в городе, в котором они приземлились, вспыхнули беспорядки из-за приближающейся угрозы. Началась хаотичная эвакуация всеми видами транспорта, что среди всего этого бедлама оказалось несколько инфицированных еще с первой волны. И когда они получили смертельные раны и вновь ожили, в суматохе никто не придал этому значения. Через четыре часа они переродились. Что эпидемия, сметая наспех выставленные карантинные посты изограждения прокатилась волной по уже частично зараженному городу и ушла на запад, не задев аэропорта. Что на границе с Китаем наши войска в кратчайшие сроки успели установить огромные сплошные минные поля, благодаря чему удалось основательно прорядить нашествие радиоактивных зомби. Но все живые, кто устанавливал минные барьеры, погибли уже от своих зараженных, которые пришли с тыла. Что в Европе из-за бестолковости и безвольности тамошних чиновников и политкорректной неразберихи начался бесконтрольный приток и отток населения между материками, разнося заразу с бешеной скоростью, что в Америку вылетела целая эскадрилья самолетов с российскими специалистами, и туда же плывет сводная эскадра из боевых, научных и гражданских судов, что на западном направлении от Сосновогорска образовалась гигантская волна зомби численностью уже в несколько сот тысяч, и она надвигалась на европейскую часть. Они не знали, не могли знать всего этого. Их без того пугала неизвестность, возможность близкой угрозы мучительной смерти, и все равно люди, кто лежа, кто сидя, пытались заснуть во временном пристанище. Рано утром скорпионы дозаправили самолет и подогнали трап. Бортмеханик заблаговременно проверил машину перед вылетом. Начала грузиться исследовательская группа. Раненые уже самостоятельно могли передвигаться и даже произносить отдельные фразы, поэтому сами при поддержке товарищей хоть и медленно поднялись на борт. Скорпионы перед вылетом в диспетчерской вышке подключили отис от генератора. Через полчаса все было готово ко взлету. Ученые шелтерами расселись по салону. Ребят, еще находящихся под действием ослабленной гидры, усадили в хвосте. Салон самолета был не такой, как в пассажирских машинах. Одиночные кресла шли в два ряда, создавая широкий насовсем. Вместо них на полу стояли невысокие платформы с панелями всевозможных гнезд штекеров для крепления аппаратуры. «Эх, пару инфицированных собой бы иметь», — мечтательно сказал профессор Дроздов, глядя в иллюминатор, на суетящихся вокруг самолета скорпионов. «А лучше десять, как бы они нам на первом этапе внедрения производства блокиратора пригодились». «Вы же знаете, что мы не можем рисковать», — ответил ему генетик, сидящий рядом. «Этот полет должен пройти без осложнений, а зараженных нам доставят позже». Пилоты готовились к взлету. Они запускали пульты и проверяли приборы на подключение. «Всю ночь шел дождь, а сейчас не облачко», — сказал Игорь Станиславович, посмотрев через лобовое стекло на начинающее светлеть небо. «Такая здесь непредсказуем погода», — ответил бортинженер Арчел Вахтангович, сидящий перед своим пультом, находящимся за пилотскими креслами. «Климат резко континентальный, похоже, сегодня будет жарко». «Без диспетчера взлетаем слепую. Хорошо, что АТИС на вышке включили. Передай в эфир наш воздушный коридор», — попросил первый пилот. «Так запрашивать все равно не у кого», ответил Николай Иванович, второй пилот. «Если есть кто-то рядом, какое-то воздушное судно, они с нами свяжутся. Передавай». Второй пилот покрутил ручки настроек и нажал на кнопку, отправив координаты взлета заранее составленным сообщением. «Все передал», доложил он. «Приготовиться к взлету, всем пристегнуть ремни», — объявил в микрофон командир судна. Заревели турбины, разрывая утреннюю тишину. Самолет вырулил на полосу, начав разгоняться. Скорпионы, собравшись около аэровокзала, взглядами провожали взлетающую машину. Самолет оторвался от взлетки, поднялся на три сотни метров и, прощально качнув крыльями, сделал вираж на запад, все дальше удаляясь от аэропорта. «Ну что, ребята, приступим к подготовке по выдвижению из города», сказал командир скорпионом, когда самолет расстоял вдалеке. «Проверим ближние окраины на предмет съестных припасов. В рейд выдвигаемся пешком, тремя отрядами по десять человек. Подразделением идти друг от друга на расстоянии пятидесяти метров. Также осуществляем поиск подходящего транспорта, предпочтение внедорожникам и грузовикам». Бойцы, разделившись в ближайший район, где нашли все, что им нужно – медикамент и провизию транспорт. Выстроившись колонну, автомобили двинулись на запад, следом за уходящими ордами бешеных. Конец второй книги озвучено проводником. двинулся. Продолжение следует... Продолжение следует...